Чё, про круг обучения? Давайте, коротенько. Это модель того, как мы учимся. У нас... Да, условно существует несколько зон, есть зона неосознанного незнания. Мы чего-то не умеем, не знаем ничего про это. Наверняка что-то такое есть, правда? В этом мире, чего можно было бы уметь, но мы даже об этом не знаем. Когда-то мы не знали про наличие автомобилей, что на них можно ездить. Когда-то мы не знали ещё про много чего. Неосознанное незнание. Затем мы переходим... Вот про НЛП же не знали когда-то, правда? Затем мы переходим в область осознанного незнания. Теперь мы уже понимаем, осознаём, что такой навык существует. Что есть какой-то НЛП, там есть какая-то подстройка, якоря, ещё чего-то. И даже понимаем, для чего это нужно. Но пока ещё не умеем. Затем, если мы начинаем обучаться, мы переходим в область осознанного знания. И это когда мы осознаём каждый шаг выполняемого действия. Допустим, мы садимся за руль первый раз с инструктором, и он говорит, вот эта педаль газа, это тормоза, надо на эту нажимать для этого, на эту для того, руль крутится так. Этого всего очень много. Много фокусов внимания. А тут ограничения есть. 7 плюс-минус 2 единицы информации. Поэтому сначала на площадке. Потому что если ещё и появятся такие единицы информации, как автомобили, пешеходы, ДТП будет в первую же минуту. На площадке трогаемся, глохнем, учимся заезжать фигуры, дворики, гаражики и так далее. Поездили. Так и здесь. Да, выполняем пошагово этапы какой-то техники, какой-то стратегии. Да, давайте пробовать подстраиваться невербально. А теперь давайте пробовать подстраиваться вербально. А сейчас давайте это объединим. А сейчас мы это будем использовать в каком-то упражнении и так далее. Да, и потихоньку, тренируясь, тренируясь, начинает формироваться навык. И это неосознанное знание. Мы это делаем и не задумываемся как. Вот опять же, идея моделирования на мастерском курсе, там одна из тем, это моделирование. Это как вот этот навык, который сформировался в течение времени, я понятия не имею, как он работает, разложить по полочкам и научить этому другого человека. Создать систему обучения, придумать упражнения, выявить там поддерживающие убеждения и куча фокусов внимания. Вот так происходит обучение, и в этом обучении существует два подхода. Один подход, знакомый нам с вами, его называют западный подход. Когда мы идем именно в этом направлении. А есть восточный подход. Отсюда сюда, минуя эти зоны. То есть это ученик, понятия не имеет, для чего он это делает. Ученик приходит к учителю и говорит, учитель, мне надо за неделю научиться боевым искусством. Я поспорил, что пойду на какие-то там соревнования через неделю и займу одно из первых пяти мест. Да, и учитель говорит, окей, задача, конечно, дурацкая, времени мало, все будет, если ты будешь делать то, что я тебе скажу. Он говорит, не вопрос, давай. Я говорю, ну отлично. Тогда, значит, берешь две кисточки и начинаешь красить забор. Да? Ну да, типа как каратэ пацан. Он красит забор, говорит, учитель, как бы я понимаю, наверное, я это. Глупость сморозил, ты решил меня наказать как-то. Ну так и скажи, все, я откажусь от цели. Он говорит, мы с тобой договорились, ты делаешь то, что я тебе сказал. Он красит забор, на следующий день тот ему говорит натирать пол, ползая там на карачках, сюда прицепив щетки и на руки. На следующий день он носит воду в ведрах, в которых по-разному налито. Да? И так далее. И каждый раз у него вопрос, блин, зачем? Когда тренироваться-то будем? Да, и в последний день он говорит, смотри, когда ты красил забор, ты учился в это время двигать определенным образом руками, когда ползал там в партере, передвигаться, когда носил воду, это нестандартные, ну, неровные нагрузки для того, чтобы когда тебя будут толкать, ну и так далее. То есть он начинает соединять это с контекстом, да, и происходит как бы движение в эту сторону. То есть ты начинаешь осознавать какие-то паттерны, которые ты уже на уровне навыка имеешь. Да, и вот наш курс, он в том числе построен на объединении этих моделей, потому что какие-то вещи вы делаете, а, там, давайте в монетку играли, в какой руке монетка, да? Играли? Да. И у вас идея того, что надо там угадать, в какой руке монетка, желательно чаще. Мы понимаем, что идея в другом. Идея в том, что вы начинаете обращать внимание на невербальные реакции. И, честно говоря, абсолютно все равно, сколько раз вы угадаете. Потому что цель не в этом. Это не диагностическое упражнение. Если надо угадать, в какой руке монетка, существуют другие способы. Субтитры создавал DimaTorzok